В громком деле охищение оружия из воинской части еще не поставлена точка. Сроки получили те, кто оружие выносил и продавал. Слушание по обвинению исполняющего обязанности командира воинской части 10-216 в селе Бадам Ордобасинского района продолжается на скамье подсудимых ержан-даутов. Осужденный на 10 лет Аблай Балгымбай в этом деле выступает свидетелем. Во время допроса Балгымбай неожиданно меняет показания и отказывается от своих слов. Не так давно он уверял, что главный регулярно требовал с него дань. Вы говорили, что в 2019 году в декабре выдавали 30 тысяч тенге Даутову. Такое было? Нет, такого не было. Я запутался на прошлом заседании. То есть Даутов с вас денег не требовал? Не пугал вас? Нет, он не требовал. Он наоборот помогал как командир. По всей видимости, Балгымбай все перепутал и насчет сим-карт. В суде он заявил, что и эти показания были недостоверными. Вы говорили, что Даутов насильно забрал у вас дорогие сим-карты. Пользуюсь своим положением. Это правда? Нет, он потом отдал мне деньги. Осужденный Балгымбай заявил, что ержан-даутов не давал ему ключи и печати от хранилища. Нет, он мне не выдавал печати и ключи. Их носят дежурные патрули. Громкое преступление потрясло казахстанца в феврале этого года. Младший сержант украл оружие со склада и самовольно покинул часть. Вскоре он был задержан в Алма-Аты во время совместной операции МВД и Комитета национальной безопасности. Назначить наказание сроком 10 лет лишения свободы. Накануне суд вынес приговор Абылаю Балгымбаю и его подельникам. Семеро осужденных получили реальные сроки от 3 до 10 лет лишения свободы. Еще один подозреваемый выплатит полуторамиллионный штраф. Какое наказание понесет командир войсковой части майор ержан-даутов остается главной интригой. На время следствия его поместили в изолятор. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok